22 июня, в День памяти и скорби по всему Славянскому району, прошли торжественные траурные мероприятия, посвященные 74-й годовщине начала Великой Отечественной войны. С подробностями наши корреспонденты. Нападение на Советский Союз было неожиданным и противостояла нашей стране самая боеспособная, по словам историков, армия того времени. Но планам Гитлера не суждено было сбыться. Своей стойкостью, беспримерным мужеством русские люди показали всему миру, что нет и никогда не будет такой силы, которая смогла бы поставить на колени наш народ. В Славянске-на-Кубане ранним утром у Вечного огня в парке «40 лет победы» прошла ставшая традиционной патриотической акцией «Рассвет». Открыл её глава Славянского района Роман Синеговский. К собравшимся обратился глава администрации города Славянска-на-Кубани Александр Коновалов. Мы скорбим и молимся о погибших. Благодарим судьбу за то, что можем до земли поклониться героям войны, живущим среди нас. Разрешите мне выразить глубокую скорбь за тех, кто не вернулся с полей сражения. Миллионы жизней отданы за то, чтобы сегодня жила наша молодёжь, чтобы новое поколение по достоинству ценило и любило нашу великую Родину. В память о начале Великой Отечественной войны к мемориальному комплексу возложили венки и цветы, зажгли свечи. Затем участники акции последовали к набережной для того, чтобы спустить памятный венок на воду реки Протоки. В 9 часов возле парка «40 лет победы» состоялся торжественный митинг. К собравшимся обратился глава города Славянска-на-Кубани Александр Коновалов. Представители нашей армии разных поколений. Заместитель начальника воинской части 7031 Вооружённых сил Российской Федерации Андрей Бубликов. Ветеран-освободитель, участник Сталинградской битвы, офицер Красной Армии Василий Васильевич Вертель. Они говорили о роли личного мужества каждого в достижении победы и призвали молодёжи равняться на героев, сумевших защитить нашу Родину. Дорогие ребята, надо нам, всем жителям, помнить и отдать честь и уважение, почести тем товарищам, которые погибли, которые отдали более 30 миллионов, а если честно, то их и в 40 не уберёшь, которые отдали жизнь, а мы с вами вот живём, здравствуемся, радуемся и так далее. И ещё надо, хочу сказать, любить наших сейчас защитников, которые охраняют наши границы, наше государство, которые будут менять их. Это наши защитники, это будущие защитники, поэтому их надо любить и возносить. Сразу после митинга его участники склонили голову в память всех погибших во время Великой Отечественной войны. Прозвучала всекубанская минута молчания. Помните. Песню свою отправляя в полёт, помните о тех, кто уже никогда не споёт. Помните. Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили. Наступает минута молчания. Это наша память, это наши традиции, это спасибо нашим дедам, что мы есть на этой земле, что мы родились. Поэтому я считаю, нужно вспоминать и помнить о наших родных, близких и всех, кто погиб. Дал нам мир на небо, на голову. 22 июня – день памяти и скорби по всем, кто не дожил до победы. Россия никогда не забудет своих сыновей и дочерей, которые отстояли независимость родной земли и избавили мир от фашизма. Тина Копачевская, Игорь Иванчугов, Александр Косицын. Программа «События».